Всем привет, дорогие зрители! Мы полномерно возвращаемся к тематике Хардстоуна. Не так давно вышло глобальное дополнение Гоблина и Генома. Первое, мощное, такое разнообразное, которое в корне изменило игровой процесс. И я решил, а почему бы не записать видео по тому, как мы сходим на аренку. Вот я как раз отфармил серебра, кучу бустеров еще потом купил, протестировал новые карты, они оказались действительно очень эффективными, эффектными, крутыми. В общем, просто супер. Поэтому сейчас мы попробуем, ну, по возможности, все-таки новую карту брать в колоду. Вот, и протестировать, насколько они эффективны уже на самой арене, изменившейся. Кстати говоря, за арену дают теперь новые бустеры. Это первое время, когда только ввели арену, это, блин, классические, а сейчас они, самое что ни на есть, и новенькие, поэтому мы сейчас за кого же, за кого же. Ну, я думаю, что мы охуеем... Не зря-то пробудился, конечно, не зря. Сейчас мы будем всех так уничтожать. Да, дропы, конечно же, не очень много, да ладно. Так, я постараюсь как можно быстрее все это проделать, потому что, чтобы времени много не сняло. Так, самые эффективные, ну, на мой взгляд, карты выбирать. Так, двор в черного железа, звездный огонь. Да, вот это достаточно сложный выбор, звездный огонь тоже очень хорошая карта, но за 6 маны я как-то переживаю, что мы не доживем, возможно, до этого момента. Так, призыв, что на рыцаре очень хорошая карта, гнев, безусловно, куда же без него. Так, уборочный голем, безусловно. Так, ярстный пирамид, возможно, заклинания еще там будут хорошие. Так, старый хмелевар, либо, ну, поскольку старый хмелевар, возможно, что-нибудь там еще сможем... О, древо, кстати, древо на арене очень хорошо себя проявляет. Так, молодой хмелевар, герой Штормграда, безусловно. Так, гнев еще один, прекрасно, заклинания у нас еще все больше и больше появляется. Так, бойный рост, конечно, какой дробь без бойного роста. Скажем, тигр. Так, алый кастанасис, тоже достаточно неплохой дроп. Так, 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 служитель боли, троп каменной челюсти, либо, 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 ладно, скобит троп. Так, в логическом весу, безусловно. Так, у, древо войны, просто прекрасно, эпик. И снова рарки, ну, просто, просто потрясающе, дорогие друзья. Я такого еще давно не видел. Хотя, последний раз я на арене был очень-очень давно, и потом можно и в порядке веще сейчас. Так, пилотируемый крошер, конечно же. Безусловно, сила природы, незаменимая карта для агрессивного друля. Озарение. Так, 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 боевая боевская боевая. Нет, пускай и будет знак природы, почему нет. Очень хорошая карта, дети, безусловно. Так, ну, пускай будет, слушательный солнце. Так, вот такую вот колоду мы собрали, я не знаю, хороша она или не очень. В общем-то, сейчас мы это и проверим в первой схватке. Так, первый наш противник, рексар. Да, очень я не люблю этих всяких рексаров, агрохантов, которые просто сметают все на свою пути, но я надеюсь, что он-то не подобрал колоду с какими-нибудь предсмертными хрипами. Так, рука достаточно неплохая, древо войны очень хорошо, можете себе показать на арене. Вот, без всяких этих карт контроля, масс, которые испортят, естественно, постоянно. Так что, эта карта может вполне себе затащить. Так, ну-ка, что мы делаем, так сказать, моливар отправляется. На втором ходу мы сделаем буйный рост. Вот, и уже потом дальше полотируем окрошу. В общем, как получится. Ну, собственно, если все получится, то мы сможем не пугать себе. Ну, конечно, ну, естественно. Как же могло быть иначе? Все бомбы попали именно в наше существо, и оно умирает. Потрясающе. Вот у меня почему-то так взрыватель никогда не действует. Все три бочки постоянно летят в меня. Ладно, не будем о грустном. У нас еще есть все шансы на то, чтобы себя хорошо проявить. Так, и вот как раз пришла очень хорошая карта. Она чем хороша, это таунт, и на него не действуют никакие заклинания противника. То есть его могут уничтожить только существа. Так, ну, сейчас посмотрим, что он будет, как он будет действовать. Если он, конечно, бафнет это существо, то идеально будет длинный размен. Так, Йети, Йети, это не очень хорошо. Так, ну ладно, по крайней мере, мы постараемся сейчас захватить контроль над столом. Это будет, конечно же, нелегко. Это будет даже сложно. Вот, вроде как мы немножко выровняли ситуацию, и уже не выглядели там такой плачевый. Поэтому будем действовать по обстоятельствам, конечно же. Так, ну, давай, выкладывай. Что у тебя там страшное за пять манов может быть? Надеюсь, не изрыгатель. Так, зал. О-о-о-о! Вот этого я-то как раз и не подозревал, что может случиться совсем. Какая-то печальная ситуация у нас возникла так стражевыливо. Это хорошо, когда она приходит. Так, ну, разыграем вот эти две карты. Вот эта карта, чем хороша, тем, что если он использует какое-то заклинание, то эта бафнет эту карту на плюс-два к атаке. Это хорошо. Но чаще всего эту карту не используют вообще вне арены. То есть, никогда я ее не видел. Только разве что с крошера выпадает иногда. Так, ну-ка, что листам? Угу. Мурлок. Неприятно, неприятно. У него, похоже, отпор на все случаи жизни есть. Это редкость. Бывает, что так везет. Так, ну ладно, посмотрим, кому дальше будет действовать. Все-таки у нас на следующие ходы есть очень два опасных существа. Так. А вот это была ошибка. Ну, по крайней мере, для нас, по-моему, размен получился очень даже неплохой. Да, не лучший ход. Не лучший. Так. А, сделаем его так. Ходрил опять 10. Что же ты с ним будешь делать? Если у него нет метки охотника, то я думаю, что мы сможем очень неплохо вернуть. Открыть ситуацию. Это вот-то неприятно. Ну ладно. Собираем мы его. Так. Выставляем-ка. Все, что у нас есть. Давай. Вот мастер имков, который будет получать 1-1 с вами каждый ход. Но за это будет получать целого демона. Идеальная карта. Просто потрясающая. Мастер ковки клинков тоже на арене очень даже неплохо себя проявляет. Вот. Ну и до сих пор жив наш там. Вот 5-4 уже. Так, ну, дружище, что-то... Ох ты, как давно я не видел эту карту. Так, ну что... Ну, что могу сказать? Не так плохо, не так плохо. Так. Время пришло. Сделаем его так, чтобы никого из наших не царапать, не писать. Разумный ракон. Вперед. Ее выбираем тебя. Время пришло. И все по лицу. Вступ. Мне ситуация, честно говоря, очень нравится. Мы западем полностью контролем над столом. В руке у нас 2 мощных карты. Таунта. Так что думаю, что мы сможем затащить первый бой. Вот. Я постараюсь записать, ну, бой 3. Это будет первая часть. Я надеюсь, что мы их не сольем. 3 раза подряд, потому что это будет очень печально. Вы поймете, что я совсем какой-то, ну, не какущий. Вот. Ну, все-таки что-то я должен соображать. Так. Тундровый литварок. Вот это вот интересный ход. Так. Что же ты еще из зверей призовешь? Даже интересно, что он задумал. Огненная ловушка. Это совсем неприятно, хочу сказать. Так. Ну, ладно. Это, по крайней мере, не критично. С этим можно жить. Так. Так. Ничего страшного. В лицо, в лицо. Посмотрим, что ты сможешь сделать с нашим древом. В дне арены эта карта практически никогда не используется, потому что, ну, ее очень легко контролить на самом деле. Поэтому, только на арене она действительно может себя проявить на полную катушку, потому что уничтожить ее очень-очень тяжело. Ну, давай, Роксар, Мартемон, покажи. Ну, что ж, мы выиграли первый бой. И я рад этому. Я уже думаю, что, опозорясь по полной программе, у нас не произошло. Все хорошо. Так, ну, еще два боя сыграем. Надеюсь, что они будут победными. Потому что, в противном случае, как-то совсем на второй части, думаю, времени не хватит. Думаю, там будет пять минут. Вот. Так. Кто же наш следующий противник? Кто же, кто же? Гулдан. Ну, конечно. Кто же еще там? Ну, по крайней мере, я не думаю, что на арене нос только очень, как в рейтинговых игр. Так, буйный рост прекрасно. Морозные дети потрясающие труб каменной челюсти тоже отлично. Так, рука мне нравится. И определенно точно мы можем с ней сделать очень хорошую оси во природе. Да, они очень редко так везет, что два эпика подаются в колын. Вот. Причем из рамп друида и из вот такого вот агрессивного. Рампа, то есть обороняющего. Там семьдесят. Ой, пятьдесять. Три потрясающие карты с силой природы. Призывает три древа с рывком. Два-два. Свет защищает меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот совсем-совсем как-то мне не нравится. Так, ну ладно, мы будем рост. Действуем по намеченной схеме. Так, мастер ковки клинков пока подождет. Я не хочу его просто так вот отдавать. Разменивать на какого-то долбанного липа-генома. Так, и вот так, значит, да? Ну что ж, хорошо, хорошо. Ну-ка на тебя в Агнулятора. Посмотрим, что ты с ним можешь сделать. В прошлый раз он нам очень хорошо помог. Посмотрим, как на этот раз он себя проявит. Магия на него не действует, поэтому, скорее всего... А, вон, значит, мы как сделаем, да? Неприятно, неприятно. Вот этот сержант, который дает еще две атаки на один ход, ну просто имба, а не карта. Так, голем. Нужно сержант ковки клинков, почему бы нет. Постараемся зачистить полностью стол противника. Вернуть контроль над доской. Вот, и уже дальше полномерника уничтожать фейсик нашего противника. Так, вот единственное, что мне не нравится, это то, что он мало карты, и мы практически ничего не взяли для того, чтобы дропить эти самые карты, и поэтому я думаю, что в одном из боев это сыграется намного лучше. Но все-таки всегда хочется верить в то, что он будет. Все вот, замечательно. Так, что... Проделать тебе бездну, да? Ну ладно, ладно, бездна-то бездна. Так, ладно, проверим, что у нас там. В этой бездне скроется. А скроется очень неприятная хрень, которую... Живая камандра, мне надо долго заживать. Ну ладно. Так, постараемся его убить. Так, ну, кстати говоря, мы на следующий ход можем разыграть силу природы, если он его бафнет. А он его бафнет, конечно же, ну как иначе-то может быть. Вот, если совсем будет попа, то мы, конечно же, его доберем. Ну давай, давай, разменивемся. Так, если он провокатор не поставит, то я думаю, что будет все неплохо. Нет, провокатор не ставит. Так, ладно, у нас есть просто клинков в бой. И едем теперь. И сбиваем щит с этого противного дропа. Вот после Лепригнова это самая противная карта 1-1. Вернее, за одну ману. Потому что он может нанести очень много вреда ранней вашей игре. Так, ну давай, дружище, показывай. Какие-то джокеры в рукаве твою же... Вот это вот совсем-совсем нехорошо. Совсем-совсем. Так, ладно, без паники. Сейчас мы постараемся как можно быстрее его не тренировать. Так, смешно. Ой, плеть проладит. Я не хочу, чтобы мне плеть предсмертный клип срабатывал дважды, потому что мы в таком случае вряд ли сможем что-то такое сделать тактически грамотно, интересное. Да, ну я никогда не ожидал такой развязки у нас на следующий ход. Интересно. Нет, как интересно, что ты сейчас разыграешь. Ага. Пилотируемый крошер. Слизнюк. В общем-то, в общем-то, могло бы быть страшно, да. Опаньки! Опаньки, опаньки, опаньки. Очень замечательно. Так. И мы-ка сыграем. А, вот так вот, сыграем слизнюк одверем. Вот, чтобы у него особо шансов не было на то, чтобы быстро убить нашего древа. Нашего древнего хорошего такого, мощного. Так, я надеюсь, что у него нету ликотьмы либо чего-то такого противного. Иначе наши дети... Ну конечно же, ну конечно же, ну конечно же, корабельная пушка, так, пиастры, да, пиастры, да, это, бля, шутки, все такое, так, что мы сделаем тут, разыграем пока, нажимаем, все, солнце и доберем пушку, я думаю, что будет неплохо. Вот, и посмотрим, что же он там будет дальше навязывать, но я абсолютно не ожидал увидеть тут, инферно, это неприятнейшая карта, которая используется всеми демонологами, так, нет, неприятно, так, что дальше? Так, инферно мы можем добрать силой героя, правда, очень хочется получать 5 урона в лицо, но я думаю, что все-таки оно того стоит, а? Такс, 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 что мы тут имеем? Что ж мы тут имеем-то с вами? Так, можно сделать вот так, вот так, и что же там разыграть нам дальше? Да, очень мало карт у нас остается, у противника на 2 больше, у него уже здоровье больше. Так, ну ладно, постараемся все-таки сделать что-нибудь такое неожиданное, у нас все-таки еще солнце, у нас есть стражевое древо, которое где-то спряталось там, не хочет к нам выходить пока что. Вот, и я надеюсь, что у противника нет больше таких мощных карт, которые смогут нас враспользу встать. Опа, нет, Павел, некогда офигительная карта, но сейчас, а сейчас она совсем ни о чем. Так, ну разыграй какую-нибудь заклинание, давай, бафни нашего трога. Что ж такое жадненько? О, даже так, да? Ну, можно и так, почему бы нет. Почему бы нет. Так, ладно-ка. Убиваем. 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 Ну вот так. Хотя можно было, наверное, силой героя добить то существо и потянуть карту, но что-то я очень не хочу получать лишний урон в лицо. Потому что неизвестно, какие сюрпризы нас сейчас ожидают. Мы уже убьемся достаточно давно с этим противником. Крепкий орешек попался. Так. Молодец, что готов. Вот я как-то не уверен. Так. О-о-о-о. Ну, конечно, ну, конечно. Озарение очень-очень вовремя оно пришло к нам. Не спорю. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ладно. Действуем так. Ну, надеюсь, что-то придет к нам хорошее на следующий ход И мечи Мы окажемся в полной пупе Озарение это явно не та карта, которую я хотел увидеть Так Ну, разменивайся давай, что ж ты ждешь? Что же ты ждешь? Давай С ума сойти, какие картки напиши Пушка скверт Это да, наносит урон всем существам, не являющимся механизмом Да Вот это совсем Ладно, будем убрать девочки По крайней мере, вариантов для того, чтобы нам ходить дальше не так много Ну, давай уже, добивай, как говорится Все карты у тебя в бокове Не, постараюсь еще, конечно, что-нибудь сделать Возможно, что-то и получится Но, опять же, шансов на это не так много Потому что он владеет инициативой, картами, здоровьем Из него потрясающая рука Ну, вернее, потрясающие карты вообще попались Да, ну, что можно сказать, повезло ему очень сильно С тем, что он набрал такие карты хорошие Вот, ну, я думаю, что тут уже окончательно все решено Это была ошибка Да, это была ошибка Это тоже рушим Мизерные шансы продастались еще Хотя, я думаю, что он сейчас бахнет это существо И заберет Нашего Да, ну, я думаю, что тут уже окончательно Делают плечево Второй бой мы проиграли Ну, что ж Еще последний бой на этой части Я надеюсь, что он будет выигрышным Так Да, колода, конечно, у нас не очень Хорошая подобралась Но, зачем нет трех карт Ну, то, что пополнять руку меньше Это совсем-совсем плохо Надо было все-таки взять Служить ли более Как его там называют Вот, и тогда, может быть, у нас был Хоть как-то пополнялся рука Так, друид, под друидом Сейчас посмотрим, кто кого Твердой, выкулим Кстати, это тоже карт Который очень могу нам помочь Так, ворген оставляем Это Тот дроб, который, как раз, нам может помочь Текст, 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 текст Так, природа Ну, неплохо, неплохо Есть чем играть, по крайней мере, на третьем ходу Я надеюсь, что Опа, он пропускает Отлично Лицо И вот уже на третьем ходу Мы попробуем разыграть Либо у воргена, либо у ворчного голема Все зависит от того, что он выставит На стол Если какое-то существо с атакой 2 Значит, тут только один вариант И этот вариант Больше голем Потому что Жонглера нужно убивать как можно быстрее Это очень опасная карта Я думаю, что ни для кого Для вас Не является это секретом Так, ну что, размин? Опа Вот как значит Ну, да? Ну, хорошо, хорошо Сделаем вот так И вот так Хотя, можно было немножко по-другому сделать Тем, когда Тогда выжил бы наш голем Ну, ладно Немножко не подумавшись Сделал Но, по крайней мере Мы захватили ситуацию на столе Гнев пришел очень вовремя Так, и у него гнев Правда, я бы на его месте Не стал брать такую хорошую карту Но то, чтобы просто потянуть В другую Хозяин бай Так Ну что Сделаем-ка мы Вот так Баб у нас есть, кстати говоря Можем делать очень опасно Вот такого провокатора Который будет сдерживать удары врага Если, конечно же, он не использует размах Как мне нанести удар? Ага Ну что ж Дворф Нам поможет Так Извини, дружище Так Так Вот полностью мы захватили контроль над столом И надеюсь, что Дальше будет так же гладко идти Хотя, опять же, по картам мы проиграем Как обычно Опа Ты серьезно? Загнам эльган? Да Как по мне, эта карта абсолютно бесполезная 1-4 за 3 Ну ладно, ладно Можно и так Почему бы нет Чем-то И не Семен Оооо Стожевое древо, которое мы можем использовать У нас в следующем ходу И тогда я думаю, что у противника не будет никаких шансов На то, чтобы Как-то у нас победить в этой партии Такс, такс, такс Ну давай Тебе же наверняка и размах там есть И гнев там есть Опа Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой И, конечно же, он самую классную карту у нас спирает Ну просто нет слов Просто нет слов Да, оказывается, не так легко это будет Значит, вон у нас как ситуация обрисовалась Ну что ж Готова Разве Так Сделаем так Готов-4 к здоровью, пускай провокация будет Ну, если вы насказываете Вот Такой неплохой таунтик Тоже служительница солнца, но только чуть меньше На 1-1 Посмотрим, как он сможет эту преграду преодолеть У нас с тем временем, напомню, что герой Штарграда Сторожевое древо И ни много ни мало Тигр, Тернистая долина Это тот самый момент, когда ты ощущаешь, что очень Не хватает тебе Черного рыцаря Ну ладно Ну ладно, ладно Текс, текс, текс Что мы тут можем сделать? А можем мы сделать вот что Раз Двадц Три Четыре Вот полностью мы зачистили стол Благодаря нашим древним Это хорошо И мы опять восстановили истинный баланс На этой столе Так И что дальше Лидеройда Серьезно? Да, да, да Ну что Он уже планомерно сдается, мне кажется Потому что Ну практически тут все говорит О том, что Дружище имени Трепещи перед мощью Штарграда Не прийти к нам И воргинг 4-4 Потрясающе Так, ну давай Покажи свою мощь Путинанька есть еще чем-нибудь Давай передохнем Перехнем, значит Так Ну все Что мы можем сказать Мы выиграли Так, ну-ка Ой-ой-ой, как страшно Это божественный щит Божественный щит И посмотрите Вот Вот так Ну что Это партия наша Уже никто У нас ее Не заберет Детерев Еще Детерев Ну давай Хоть убьешь Стража Это я думаю Что будет почетная победа Ой, не почетная Смерть От древней Ну что Убили И я думаю Что Ну почему бы нет Можно искрать еще одну Убил Там уже глядишь И третья победа Замелькает Так А там может быть Во второй части Я побью свой собственный рекорд Конечно Ну Очень скудный Всего Шесть побед Но Никогда не поздно Совершенство От собередья Если Не повезло В этот раз То обязательно повезет В другой Малфуриот И Утер И утер Что ж Утер Это весьма Весьма Игруто Так Озарение Я думаю Что мы Скипнем Так О Отличная рука Троечки Двоечки Все Есть Для того Чтобы С самого начала Играть Агрессивно И захватить Контроль Над Доской Так Секрет Ой 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 Вот Это конечно Не очень Хорошо Надо бы Проверить Что Секрет Не Самый Пожатый Нет Не Самый Пожатый Ну Ладно По крайней мере Проверили Ну Это наверное Какой нибудь Avenger Отмщение Баффит 3 2 Существа Существа Приказание Ладно Ладно Ну что ж Самильвар Вперед Если Вызовет Сейчас еще Одно Существо Мы его Убьем Приказание Потрясающе Ага Даже так Ну можно и так Почему бы нет Почему бы нет Я принимаю Вызов Угу Отмщение Баффы конечно Извини Но Не в этот раз Посмотрим Чем Нас Сможет Удивить Дальше У нас Очень Хорошая Карта Сможет Уборочный Голем И ждем Ответы От противника Так Что же мы можем сделать В такой ситуации В этой ситуации мы можем сделать вот так Ну давай, тебе идеальный размен как раз с подслужителей культа Ну хоть так, хоть не 10-10 Ну давай, давай Убивает служителя культа Прекрасно Все у нас хорошо Такс, такс, такс Ну что мы сделаем? Мы можем сделать вот так Неприятная карта стоит на столе у противника 6-6 ее как-то нужно нейтрализовывать Ну вот как раз Герои Штонграда на следующий ход поможет нам Я надеюсь что это сделать Как-то не так если все это представлял Угу Время природа Ладно Так Я не привыкла так И вот так Ну вот так Ну в принципе разумный ход с его стороны Все равно это существо помирает на следующий мой ход Поэтому нужно как можно больше урона нанести Ну что, начнем? Я думаю Я думаю что вряд ли можно почетную смертью назвать от одного 6 Существово с шестью атакой От существа С одной Сематой Ну Ух Так Тут Уж Так Ну Чutes « witnessing Штурмграда» Штурмграда Да, чую мы проиграли В этом бою Хотя может быть у нас какие-то шансы Еще призрачные остались На то, чтобы Все-таки победить Хотя я что-то в это совсем не верю Да, друзья, это хорошее Ну что ж, так мы завершаем Я думаю, что это будет единственная часть Потому что я не хочу позориться И вторая часть, чтобы была настолько мизерной Ладно Ну вот такой вот заход на арену Не очень хороший на самом деле Я бы сказал, что очень-очень нехороший Будут всего-навсего Какие-то две жалкие победы И два поражения Вот такие вот посередочке Ну что, всем спасибо за внимание Всем до скорых встреч в новых походах на арену В новых рейтинговых боях Возможно, я сделаю парочку видео о них Всем спасибо, всем до скорых встреч